Так, Дмитриевич, ровно одна минута преамбула. У меня много внучек, тебе одну не отдать вот эту. Одну? Да, у меня есть. Это шутка. Дело в том, что она услышала, что я еду к тебе, еду и все, а это же не случайно, может, садоводом станет. Так, значит, это прям было, прям было, прям было. Значит, что надо, сейчас узнаешь. Значит, друзья, это съемка. Мы в гостях у самого Ленина Дмитриевича. Ключил? Ключил. Зачем? Надо. Вот, значит, это. Кто тебя еще не знает, пол России знает, а вторая, по-моему, не знает. Так вот, это значит, кто перед нами? Выдающийся художник, как-то пейзажист, да? Пейзажист. И человек, который отказался стать выдающимся садоводом, ограничил себя дачным участком. Так, нет? Смотреть в глаза. Бежим у дачным. И дачные были, и не дачные. В данном случае я два участка обслуживаю, и дочерины свой. Так вот, тема сегодняшнего посещения, 10-го или 20-го. Виды на урожай. Виды? Мастера. Пойдем покажем. Пошли. Вот, начнем с абрикосов, да? Даже если с ягод, то ягод мало. Ну, пойдем сразу к морей дойдем, да? А потом абрикосы вот здесь. Значит, покажешь и черешню, и персики. А, черешню я уже почти и собрал. Не, ну, у тебя совесть есть? Я же сказал, приеду снимать. Воробьи сжирают. Утром одно надклюнули, вечером штук 30 уже съедем. У меня так же. Давай, поехали. Вот твои яблоки. Мои. А, это самое. Голдены твои. Это неправильный голден. Да. Золотой железовый. Они хорошо набрали, да? Вообще хорошо набирают. Так, все с ним ясно. Так, покажи людям, какие они будут размеры пальцами. Ну, вот сейчас покажи. Ну, короче, я... 600 грамм. Вот, нет. 500-600. Не будем преувеличивать. 400 грамм. Давай так, я взвесил свое. Ты же обошел своего этого, коллегу. Я взвесил свое 500, а у тебя 540. Ну, вот такие одни. Опозарив меня. Ну, знаешь, надо же, как будто имеется размерность. Опозарив меня. Вот так и говори. Так, идем дальше. Короче, так. Телесарь всегда были облеплены. В этом году, ну, немножко под мороз попали. Вон, видишь, это там, там, там торчало. Вижу, вижу. А что касается абрикосов, ну, тут теперь есть бисер. А зачем это озеро Минь? Сейчас, секунду, ребенка, что спрашиваешь? Зачем это озеро? Это озеро? Да, лягушку разводить. Все, пойдем дальше. Да, и там лилии живут. Вот смотри, видишь, это Левицкого. Вот так вот отсюда, если против света дать, посмотри их сколько. А пойдем там какие-то. Ну, в общем-то так, для тебя это выражает средний довольно. Нет. Средний, средний. Потом туда, зато ты увидишь, там гроздьями, как виноград висит. Да, давай дальше. Ну, это Рыжик, Рыжик этот слабенький, а там два Рыжика очень сильные. Подтверди, что это уже от Железова. А, ну, конечно. Ну, конечно. От тебя, от тебя. От Железова, да. Только надо чуть быстрее, у меня 29 минут, и она отключится. Ну, ты пока временно выключи, или не выключайся? Не, не, не. Оттуда и пойдем до Томовича. Ты ведешь, ты режиссер. Лягушки, да, это шутка. Но я бы, конечно, лягушек бы развел. Здесь у меня лилии цветут настоящий, шикарный. А, ну ладно. Это не искусственное растение. Ладно, ладно. Ой. Ты засуху почувствовал? Вот, задолбала она. Я, знаешь, уже тысячами кидаю на воду. У меня городская. Вот, допустим, Владимировская, да, хорошо это завязалась. Где-то я доставал. Ой, давно это было еще в древности. Ясно. А это твоя Жуковская. Вот по низу она более-менее, посмотри. Ага. Вот, наверху мало. Так, идем дальше. Ладно. Раз у тебя времени мало, да. Знаешь, что мне нравится? Я когда вижу в саду грибы, вот они. Для меня это высшее качество почвы. Ну, почва-то у меня дерьмоватая. А грибы растут. А не, значит, не дерьмоватая. Вот, смотри. Здесь я поставил подпорки. Уже. Уже. Снимать вот отсюда. Зайди. Вот, смотри. Видишь, гроздями. Вижу. У меня все с гроздями. Вот. Жуткое дело. Вот подпорки, потому что сломаться могут. Какой сорт? Клубника. Клубника. Что, охота клубники? Если интересно, берите. Бери, пока дают. Так, пойдем лучше, вот что поедим. Так, что это с гроздями? Какой сорт и абрикосов? Рыжик. А тоже рыжик? Вот, смотри. А вот это черешня. Ну, его враги как начали долбить, я его даже слегка недозревший ободрал, ну, вот такой. Вот, смотри, видишь? Даже опять подолбали. Я уже неделю в сегодняшнем. Я вчера кушала. О, муравей. Подтверди. Что ты вчера кушала? Вот, смотри. Вчера целые эти были ягоды. Как они любят? Надо орла искусственного делать. Ну, понятно. Держи. Чтобы они это... А теперь сравнивай, у какого из дедов вкуснее. Ну-ка. Давайте проверим. А, Константинович, это... А, ну-ка, еще раз. Это обстуженка. Ага, понятно. Слушай, а опылитель, вот я прям с дуру не догадался сразу, вот этот вот опылитель для черешни и путь, вот, она у меня чуть не сдохла. Да. От корня, не от корня, а выше пошла. Вот это подвой. Вишня. И вот смотри. Так, сейчас прошу прощения. Сейчас, сейчас, секунду. Ира, кино снимаю у Чернобаева. Со мной ребенок. Посмотри, все пожрали, блин. Как спелый. А вон она, вон она, черешню ест. Вот она, показываю прям в камеру, давай. Даже внизу сволочи обглодали. На, хоть попробуй. Ну, вон она это, уже пробует. Иди сюда. Сейчас опылитель видишь. Смотри. На, косточки не выбрасывай. Константин. Ага. А это опылитель, вот это, черешня. Вижу, вижу. Я его привил. Видишь, он где-то. Вы-ка прививку покажи. Да, вот она. Ух ты, здорово. И сразу свела. Нет, это на второй год она, это самое. Вон ветка, там ветка. Я три ветки. А, все ясно. Итак, скелетные прививки. Где ты брал на привой? Какой сорт? Это мне прислали. Это одна обстуженка, другая путь. Я про эти, про опылители. Куда веку? Прислали мне с Челябинска. Вон, вот это. Еще раз. Опылители вот эти. Опылителем для обстуженки является и путь. И наоборот. А, то есть. Обстуженка для... Это лучший вариант, это совмещание. Поэтому там начала погибать. И я взял с нее привил. Вот, видишь, ветка одна. Вижу. Взаимная эта. Вот вторая. У них и даже ягоды другие. Видишь? Вижу, вижу. Вот. И где-то третья там. Ну, знаю, что три точно. Где-то там она у меня. А, вот она третья. Вот три. Вижу, вижу. Вот три. Так как все фильмы мне считаются учебными. Еще раз. Вот крупный план. Ну, прививочка. Одна прививка и вторая прививка. Так, идем дальше. А куда мне это? Этот. Вот. Потом даешь. Так, пошли. Меня персики волнуют. Персики. Мы прошли персики два. Ну, ладно. Давай, все, верни. Вернемся, вернемся. Смотри. Вот персик. Свел жуткое дело. Вон он. Свел жуткое дело. Цветов было. Пчелы не летали. Одна ягода всего здесь. А здесь, смотри. Это у тебя не сеянец? Нет, это привитый. Привитый. А сеянец, вот, пойдем сюда. И это привитый. Слушай, а это не мое дерево? Вот это. Ну, от тебя я прививки брал. Нет, не прививки, а само дерево. Нет, 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 нет. Это я здесь выращивал с косточки. И на нее же привил. Вот эти привитые, вот этот сволк, вот это внизу сеянец. Ну, ты как сказал? Я почему, Сергей, фильм учебный. Пошли. У тебя на неукрытой части получилось лучше, чем укрытой. Так ты сказал? Нет, нет. Вот укрытая часть. Вот укрытая часть была, да? Зацвела очень поздно. И посмотри, сколько, как положено. Это сеянец. А не сеянец, это прививки, да? Вот он, торчит. Он у меня погибал, да? Думаю, скоро зажмется. Ну, есть тут ягоды, но немного. Вот, посмотри. Видишь? Вижу, вижу. Мне почему-то кажется, что ему уже скоро... Ему скоро хирдых будет, да. Да, нет. Вот с нижней части вот эти ветки-то прогибает, да и дальше. Нет, там уже сеянец, это не привитый. А, это уже в другой пошел. А привитый вот этот. Ну, в принципе, пока еще неплохо чувствую. Я вырезал то, что было, вымерзло. Так, понятно. Вот. Это тоже все из сеянцев, но их тут мало. Попал под этих... Венгерки. Венгерки. Вот. Самый большой путь. Как и у меня. А почему в этом году у нас так обошла судьба? Слушай, ты посмотри на яблоки. Яблок мало. Цвели великолепно. А твоей жуковской была вообще, значит, там ни листьев, ничего. Кажется, как будто из мела сделана была, вырубленная. А, видишь, ягод сколько? Мороз был. Ну, у кого 5 градусов? У меня-то, допустим, показывал минус 2. Я уже звонил Тоторову. Тоторов, что было здесь? Это последний из нашей троицы. Живет рядом с редкой плацом. Да что-то опять, минус 5, опять что-то там не завязалось. Как она там бывает? Там был метеопост рядом с ним. Я смотрел справку, пусть это было 10 лет назад. Но у них самая низкая температура была минус 38. Это же Африка. Вот. И вдруг он, что-то, плачется, и плачется, что это... Вот это груши, были ранние. Ну, это вот эта ветка. Вот это мраморная. Можно мне какую-нибудь тарелку, я Тимоху хочу угостить? Нет, это угостишь в другой раз. Так, не отвлекай потом. Видишь, мраморные вообще очень мало груш. Это прививка мраморная? Да, ветка. Они у меня уже подписаны, можешь посмотреть. Ну, все понятно. Так, давай немножко побыстрее. Давай. Оно быстро все кончается. И оттойчиво нормально. Мраморная, очень мало плодов. Вот. А если сразу перескочить, да? Лада. Ну, на Ладе, как всегда. Лада всегда. Всегда. Более или менее. Это надежно. Это как автомобиль Жигуль. В прошлом году. Вечный. Надежный. В прошлом году на ней было вообще жуткое дело. Немерено. Ну, так же, как и на этих. Лада никогда не подводит. Ну, пойдем тогда быстрее. Опять же, яблони очень мало плодов. И вот мраморные тоже мало плодов. И, на удивление, пацаны, лесная красавица. Ну, сносно. Сносно, да? Сносно, да? Лесная красавица. Посмотри, они уже красненькие делаются. Зародыши. Ну, такой средненький ржечек. Да. Так, гигант Подмосковья. Слушай, гиганта не подвел. Иди сюда. Иду. Самое интересное, с мосточной стороны, он более-менее завязался. Погляньте. О. А с западной, ну, оттуда ветер был, наверное, сильно подвымерзло. Нормально, правда? Нормально. Но, заметь, мне кажется, в этом году мельче будет. Ну, проверим. Засуха и засуха. Я поливал, вот, ты понимаешь, по 10 ведер выливал под каждое дерево. Два раза. И все равно, ковырнёвку, да, вон, видишь, и трава почти не растет. Не то, что не растет, а она сухая. Пойдем далее. Пойдем. Я бы не смотреть не будем, да? Да, салка, салка. Вот эти вот ветки, тут тоже несколько сортов привито, видишь, они подписаны. Вот это космическое, где очень много. Груша. Ефимова нарядная, вот это вот. Вот она. Ага, вижу. А я, знаешь, это, сам я знаю, допустим. А это были ранние, как всегда. Она влеплена всегда. Понятно. Видишь, это я для других подписал. Ефимова нарядная, там космическая, кос просто. Понятно. Чтобы дочка лезять знали. Где какая? Куковина. Квинтирь. Крайне мало тоже. Есть яблочки, но зато будут крупные. Вот, 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 значит, я знаю эту закономерность. Потом у меня сегодня вебинар. Это лесная, вот, а вот это вот, твоя, это самая, нарядная Ефимова. Нарядная Ефимовой порядка. Кстати, они пока маленькие, они похожи. Они очень похожи, смотри. А потом уже по-другому. Вот лесная, а это Ефимова, смотри. И вот это космическая. Ну, космическая в этом году тоже отличилась, видишь. Хорошо завязана. Есть, есть, есть. Нападала эта пустоцвета немеряно, но... Ты знаешь, это, у меня... И опять лесная красавица. Дмитриевич, у меня сегодня вебинар, так? Ну. Вот, я буду объяснять, у меня каждый раз, когда аномалии, вроде вот этой дикой жары, сразу у меня начинаю сравнивать. И так, те, которые имеют глубинные корни, абрикосы, груши, черешни, без проблем, у меня все получилось. Яблони слабый урожай, сливы слабый урожай, а в них как раз корни-то, до сырых мест, они короче. Но дело в том, что... Все зависит от длины корней. Да, абрикосы просто им очень повезло. Пчел было, немеряно, гол стоял. Вот моя дочь сняла это самое у себя дома. Видик. Говорит, на, послушай, включила, там гудит о швушах. Даже через эту штуку. Ну, это бры ранее у меня отдельное дерево. Тут было, что попало, я его перепривил полностью, и только на бры ранее. Ага. Вот. Ну, это с Украины, которые присылали черенки. Вот этот Олег сыроватка привез. А это я подстраховался. Вот та жуковская вишня, да? Вот ей года три, наверное. Правда, плоды уже были, но что-то не совсем опылилось. А это год такой. Да. Ну, это молодая совершенно. А здесь восстановился то, что у меня немножко накрылось. Это бактериальное я уже навернул. Вот на это место, где яблони растут. Знаешь, вот эта беда, которая, ну, там, ладно, чуть-чуть тебя зацепило. А это сотни тысяч мертвых деревьев по всей Хакасии и Красноярскому краю. Хорошо зацепило тоже. Ну, я бы, нет, вон, слава богу, другие тысячи участков остались без единой яблони. Вот смотри. Ты все-таки определился, ты специалист. Там три, пять деревьев. Ты назвал бактериальный ожог. Это ведь пальцем в небо. Это пальцем в небо. Ну, так считает наука, что это бактериальный ожог, это... Только я не считаю. Это, как его называется, бактерия Ирвиния милора, или что-то такая хреновина, которая, ну, в общем-то, не лечится ничем, не убивает. Вот ты, к тому же, называй, как хочешь, а она не лечится, и все. Слушай, все пробовал. Вот буквально все. Все препараты. Этот фарма-йод для нее, знаешь, наверное, как мед. Для кого-нибудь, для медведя. А это антибиотики порекомендовали. Бесполезно. Обрабатывал девять раз. Знаете, справились с этой болезнью? Все равно сдохла. И решил плюнуть на это дело. То, что у нас имеет иммунитет, то и будем выращивать. Единственная сторона, Польша, где... Правильно, ешь, ешь пока в гостях. Ну, так вот, Польши нету этой... Польша, это страшная болезнь, все косило, они все-таки нашли лекарство. Якобы. А у нас никто не то, что искать, мухом не повел. Нет. Продолжение следует... Продолжение следует...